Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Новая жизнь кристалла после долгого простой оборудовский завод по обработке алмазов наращивает мощности. Болеют взрослые, болеют дети. В крае продолжает расти статистика по ОРВИ. В каких городах и районах самая тяжелая ситуация? Поплатились очками, но не победой. Насколько сложной выдалась домашняя серия игр для барнаульских баскетболистов? В крае продолжает расти число заболевших ОРВИ. Так, за одну неделю выявили почти 22 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Этот показатель на 26% выше в сравнении с предыдущей неделей. Больше половины заболевших – дети. Нестабильная эпидобстановка отмечается в трех городах – в Барнауле, Заринске и Рубцовске. Также еще в восьми районах. Добавим, что сегодня в регионе идет прививочная кампания против гриппа. Вакцину получили более 1 миллиона человек. Это около 50% жителей. Обморожение разной степени тяжести получили больше 20 жителей края за последние 3 недели. И это при том, что еще не наступила календарная зима. Во время морозов, предостерегают врачи, им несложно получить холодовые травмы. Как не допустить их и какой должна быть первая помощь, если переохлаждение все же избежать не удалось, знает Валентина Аскерова. Выпил алкоголь. Сидел на остановке, немножко начал отключаться. Отключился и получил обморожение обеих кистей. Сегодня мужчина, назовем его Сергей, пациент Краевого центра термических поражений. На днях его экстренно доставили туда по скорой помощи. Такая ситуация получилась. Так что люди не советовали не пить никакого алкоголя, чтобы мы в зимний период сейчас такие серьезные холода. Пациенты с обморожением или с подозрением на патологию начали поступать в отделение 7 ноября, после старта первых морозов в Барнауле. Меньше чем за месяц за медицинской помощью обратилось больше 20 человек. На сегодняшний день к нам обратилось 23 человека. Из них 8 человек находятся в стационаре. И, как правило, 90% обращения в наше учреждение с холодовой травмой связано с употреблением алкогольных напитков. Как правило, первыми от обморожения страдают верхние и нижние конечности – кисти и стопы. Меры профилактики холодовых травм просты. Многослойная одежда, теплая непромокаемая обувь. А если в мороз намечается дальняя поездка на машине, стоит захватить запасной комплект одежды и спички, чтобы была возможность развести огонь и согреться. Если все-таки случилось так, что человек получил данную виду травму, то есть холодовую, что необходимо сделать пострадавшего? Необходимо эвакуировать в теплое помещение. Далее отдать теплое, но не горячее питье. То есть, чтобы было медленное согревание. Сделать теплоизолирующую повязку, то есть на поврежденные участки тела. При обморожении ни в коем случае нельзя растирать поврежденный участок тела. Это может привести к некрозу тканей, поясняют врачи. Предельную осторожность при низких температурах нужно соблюдать людям с хроническими заболеваниями, пожилым и детям, у которых в силу возраста недостаточно развита система терморегуляции. Последним советуют защищать открытые участки тела. Как правило, чаще всего у них мерзнет лицо. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Продавать алкоголь на прилегающей к военной части территории Валейске, где проходит подготовка мобилизованных, запретили. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. По нему реализовывать алкогольную продукцию нельзя до конца этого года. В документе прописано, что продажу горячительных напитков запретили в радиусе километра вокруг воинской части. При этом запрет не распространяется на точки общественного питания. А сейчас о мега важной теме для алтайской промышленности. После продолжительного застоя, единственное за Уралом предприятие по обработке алмазов, Барнаульский завод «Кристалл» наращивает мощности и расширяет штат. Во многом это связано с тем, что оно в 2020-м вошло во всероссийский ограничный комплекс. Об этом, а также о том, как получаются бриллианты и какие нужны особые навыки, чтобы работать с драгоценностями, расскажем далее. Вот это вот дефект. Он идет внутри камня. Желтое пятно на экране – дефект в алмазе. Трещинка или графит. С рентгена, скажем так, камня рождается бриллиант. Сейчас размечики решают, сколько бриллиантов можно выковать из этого кусочка срезов дефекты. В Барнаульском заводе «Кристалл» впервые за много лет наращивают мощности и расширяют штат. Предприятие с 50-летней историей, которое выживало в нулевые, с 2016-го начало расти, а в 2020-м завод стал подразделением «Смоленского кристалла». Объединение дало нам очень серьезный толчок такой, что в плане развития технологий, что в плане поступления нового оборудования. Комплексы для контроля параметров, компьютерной разметки. За этот год здесь обработали 16 тысяч карат. По сравнению с советским периодом, это небольшой объем. Тогда только огранщиков было тысяча, а сейчас здесь 134 сотрудника. Но в ближайшее время штат планирует увеличить вдвое. Рынок требует больше бриллиантов. Здесь современные аппараты режут алмазы – 10 камней за раз. Раньше это делали вручную. Раньше один человек обслуживал два вот таких станка. То есть одновременно можно было пилить 20 камней. Но, естественно, камень пилится дольше. За счет того, что один человек обслуживал едновременно больше количества камней, ну там и браков больше, естественно, и отклонений. Сейчас лазер пилит быстрее, но зачастую даже выставлять, настраивать координаты дольше, чем он пилит лазерный синий луч. Он не греет камни, то есть камни не трескаются. 15 минут на один камень и к огранщикам. Алена в прошлом бухгалтер. Пришла сюда по объявлению. Завод сам готовит себе кадры. В Барнауле таких специалистов не учат. Сейчас у него стоит градус 43. Также есть микроподача, регулируется микроподача. То есть это либо повернуть камень вправо, либо влево. В силу опыта маленький камешек она обтачивает целый день. За столько времени обрабатывает 57 граней. Здесь выпускают три вида бриллиантов. Круглый, принцесса и изумруд. Самое дорогое – это чистейший, без всякого. Не обязательно. Бывает, что дороже получается дефектный. А за счет чего это происходит? За счет массы. То есть камень бывает сам дефектный. То есть если выбирать только чистую форму, то он будет совсем маленький. Уже год завод работает по международной системе оценки камней. Наши бриллианты котируются по всему миру. Алмазы из Якутии в Барнауле превращаются в бриллианты, чтобы быть проданными за рубеж. Вот этот камень, он чистый. Группа А. Это самый лучший цвет? Цвет Д. Да, самый лучший. Точную сумму маленьких камней нам не назвали, но и определяют ее не здесь. По словам руководителей предприятия, потенциал у завода огромный. Ведь в России всего три предприятия занимаются такой обработкой алмазов. Добавим, что по данным Краевого Минпрома, за год рост в натуральном выражении в обрабатывающем секторе региона составил 2%. Ведомства это оценивают как неплохой результат в сегодняшних экономических условиях. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаульские градостроители рассказали о планах застройки новых территорий. Нетронутые участки нашлись в районе аэропорта и на Заминогорском тракте. Также инвесторы видят перспективы и на потоке. Как будет меняться Краевая столица уже завтра? Эту непростую тему накануне обсудили в дискуссионном клубе «Точка зрения». Передаю слово Ирине Корчагиной. А что с дорогами? А что с сетями? За чьи деньги это будет делаться? Это вопросы нерешенные. Непростая и даже болезненная тема для Барнаула – застройка, нехватка земель, отсутствие коммуникации дорог. Эти проблемы сегодня обсуждают в дискуссионном клубе «Точка зрения», который проводит сибирская медиагруппа. В самом начале встречи власти рассказали о планах застройки сельскохозяйственных земель. Речь идет о Змеиногорском тракте. Там нашли 50 гектаров земли под жилищное строительство. Также под застройку решено отдать территорию в районе аэропорта. Она ведь сегодня, по сути, в генеральном плане не является зоной многоэтажной застройки. Поэтому в любом случае эти изменения необходимо внести. И мы этим сейчас активно занимаемся. Более того, по инициативе сообщества, как строительного сообщества, так и многие архитекторы, давно вопрос рассматривали и предлагали – это введение в градостроительный оборот территории за новым мостом. Эта территория также на сегодняшний день рассматривается. Также сегодня застройщики не боятся осваивать участки, которые находятся в незастроенных территориях. По-другому – в чистом поле. Когда я начинала работать в отрасли Балтийской, это был конец города. Прошло не так много времени, конец города у нас сместился на несколько микрорайонов. Поэтому говорить о том, что это окраина, ну, наверное, в столицах любого субъекта, наверное, не весьма верно, потому что мы очень сильно за последние 15 лет развиваемся отраслью. На встрече обсудили аварийные дома, а точнее то, что после них остается. Так, на потоке на месте ветхого жилья планируется масштабная застройка. Только здесь власти и застройщики сталкиваются с проблемой, которую называют «лоскутное одеяло» из-за скучности домов. Между двумя домами стоит какой-нибудь дом, который явно не является ни аварийным, ни подлежащим сносу, либо, может быть, какое-то административное здание. И получаются небольшие наборы по 30 соток, по 20 соток, где-то даже по 10 соток. Найти неразорванные участки, которые можно объединить в такой большой участок только для школы 3 гектара. Поэтому, конечно, есть определенные сложности. И хоть пока в городе нет однозначного ответа на вопрос, а что делать с небольшими участками, в мэрии все равно рассматривают вариант именно комплексного строительства на потоке, которое включает в себя и социальные объекты. Новый руководитель появился у Барнаульского юридического института. На должность ректора назначен полковник полиции Дмитрий Симоненко. О новом руководителе БИИ известно, что он родился в ГДР в 1982 году. Закончил брянский филиал Московского университета МВД России по специальности юриспруденция. В последние годы занимал должность замначальника по учебной работе Рязанского филиала Московского университета МВД России и позже Воронежского института МВД России. Сегодня нового ректора официально представили сотрудникам ГИИ. А теперь к новостям спорта. Тренер звезд и чемпионов Андрей Бупас провел боксерский мастер-класс в Барнауле. На него собрались сотни зрителей. Среди них и наш корреспондент Дмитрий Дроздов. О том, как проходил урок от наставника с нестандартным взглядом на подготовку спортсменов-профессионалов, в том числе бойцов ММА, расскажет Дмитрий Дроздов. Татуировки, борода, хип-хоперская футболка и кроссовки Джордан. Когда вышел этот парень, можно было подумать, что он начнет читать рэп. Этим музыкальным направлением Андрей Бупас серьезно увлекался, но выбор пал на бокс. Пять лет белорусский спортсмен провел на любительском уровне и столько же был в профессионалах. После начал тренировать бойцов. В его списке есть и громкие имена. Бату Хасиков, Владимир Минеев и другие. К опытному тренеру позже потянулись и звезды шоу-бизнеса. Ольга Бузова, Нурлан Сабуров и Баста. Теперь уже один из самых медийных спортсменов колесит по России и дает мастер-классы боксерам. Первый раз в Барнауле, в Сибири не первый раз, в Новосибирске, но первый раз в Барнауле. Спасибо, что пригласили. Сегодня я проведу мастер-класс в таком формате. Я буду с одним парнем, спортсменом, показывать. В ринге буду показывать какие-то связки, я буду корректировать что-то, какие-то свои фишки. Мастер-класс от опытного тренера приурочили годовому юбилею клуба «Азбука бокса». На нем собралось больше сотни зрителей и любителей единоборства. Но на протяжении полутора часов Андрей Бупа сработал только с детьми. Учил их тонкостям бокса, рассказывал, как можно обмануть соперника и чем его удивить. Такие мастер-классы для нас необходимы для того, чтобы повышать свою квалификацию, развиваться. Развитие жизни и постоянно мы стараемся выехать на подобные мероприятия. По словам директора клуба, мастер-класс от Бупаса позволит спортсменам посмотреть на бокс с другой стороны. А тренерскому штабу набраться новых идей, фишек и методов тренировок. Именно тренер является ядром спортивного процесса. Соревнования, все это правильно, это замечательно. Но кто подготовит спортсмена к соревнованию? Конечно же тренер. Плюс сама тренерская работа, это безусловно воспитание не только спортсменов, это воспитание человека, личности. Юные боксеры встречи с именитым боксером остались довольны. Впрочем, организаторы пообещали, что скоро для них подобные мастер-классы проведут и другие не менее профессиональные наставники. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле прошел фестиваль спорта и творчества «Сибирский Чир». Это итоговое мероприятие проекта «Чирлидинг» в отдаленной уголке России. Участие в нем приняли около 200 спортсменов из пяти регионов России. В проекте, который длился целый год, участвовали команды по «Чирспорту» из пяти районов Алтайского края и команда из Барнаула. За это время они успели провести выездные мероприятия, тренировки и лагерные смены. Каждая команда подвела итоги у себя в районе и затем все встретились на межрегиональном фестивале соревнований «Рашен Чир Опен-2022», который прошел в ДК Барнаула. В финальном шоу приняли участие все команды проекта и спортсмены из других городов России. Зрелищные элементы акробатики, танцы и гимнастика. Кстати, этот вид спорта пришел на Алтай совсем недавно. Шпагаты, пируэт, элементы с помпонами, прыжки и махи. Выступления команд были очень яркими. Для зрителей фестиваль стал возможностью окунуться в уникальную атмосферу «Чирса общества», а для участников – войти во всероссийский рейтинг по итогам 2022 года. Еще одна важная спортивная новость. Баскетболисты Барнаула завершили сложную домашнюю серию игр. В предпоследнем матче наша команда встречалась с «Динамо» из Владивостока. Хозяева сложной ценой добились победы. Итоговый счет – 77-73. А накануне нашим баскетболистам противостояли парни из Иркутска. Матч получился богатым на моменты и с валидольной концовкой. Хозяева растеряли преимущество в 19 очков. Почему – расскажет Дмитрий Дроздов. Зрелищно, мощно, но на эмоциях. Так можно охарактеризовать матч между Барнаулом и Иркутом. Гости начали чемпионат с трех поражений, но после собрались и выдали серию из четырех побед. К матчу против нашей команды они занимали уже восьмое место в турнирной таблице. Наши же за последние пять матчей выиграли лишь единожды. И поэтому мотивация на победу зашкаливала. Встреча началась уверенно – 62-43. Преимущество в 19 очков. Что может быть лучше, но не тут-то было. Все начали хорошо, выполняли все установки. В принципе, отключили лидеров от мяча. Три с половиной четверти все шло отлично. Потом расслабились. Не упустили победу, самое главное. В финале матча Барнаул заставил своих болельщиков знатно поволноваться. Ведущий игрок нашей команды Максим Григорьев получил пятый фолл. По правилам он покинул площадку и не продолжал игру. После ухода нашего лидера гости начали атаковать вариативно и усилили свое давление. Мы рискнули с конца третьей четверти, в четвертой. Мы сдваивались на игроках. Мы стали рисковать, потому что дабл-тим, двойное нападение на игрока с мячом – это где-то риск. Этот риск себя оправдал и мы где-то нашли легкие атаки. Вышедшая на площадку молодежка справиться с таким натиском уже не смогла. Гости сократили отрыв до пяти очков. Получилось, что у нас погения именно вышли на четвертый период. Расфокусировка, расслабились ребята, рано поверили в успех и поплатили за это. Поплатились только очками. Хорошо, что не победой. 74-69 в пользу хозяев. Барнаульцы поднимаются на 11-е место в турнирной таблице. Но чемпионат пока ставят на паузу, чтобы выступить на Кубке России в 1-й восьмой финала, сыграть с московской Руной уже 2-го декабря. Дмитрий Дроздов, Андрей Печеркин. День с толком. Продолжение следует...